Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал доктора Скачко. В этом видео вы узнаете не просто, как приготовить овсянку на молоке правильно. Вы узнаете несколько больше. А именно, как изменив способ приготовления овсянки, провести диагностику вашего организма в домашних условиях бесплатно. Иными словами, вы узнаете, в каком состоянии находится у вас желудок и поджелудочная железа как минимум. А также, изменяя правильный способ приготовления овсянки, вы можете избавиться от сдутия живота, либо метеоризма. И вылечить дисбактериоз кишечника. Если вам эти бонусы важны и нужны, напишите в комментариях. Я не думал, что можно так приготовить овсянку на молоке для диагностики уровня здоровья. Можете даже поставить уже лайк. Понимаете, насколько больше полезной информации вы можете получить из этого видео. И также вы узнаете, как правильно использовать простой аксессуар, который, я думаю, есть у каждого на кухне, в правильном приготовлении овсянки. Для того, чтобы провести диагностику верно. И с чего начинается приготовление овсянки? Конечно же, первый полезный совет диетолога нужно правильно выбрать крупу, овсянку в магазине, либо супермаркете. Конечно, можете выбрать и на базаре, но вам нужно искать определенный вид крупы. А именно, вы должны найти овсянку в воздухонепроницаемой упаковке. Только в этом случае можно правильно приготовить овсянку. А овсянка на развес, либо овсянка из картонной упаковки не очень подойдет. Хотите знать больше? Ссылку на видео, как выбрать овсянку в магазине, либо супермаркете, в конце видео я дам. Сможете посмотреть там все разжевано, что, где, почему и как. Второй полезный совет диетолога. Далее, с правильно выбранной овсянкой, вы должны совершить еще одно действие. А именно, избавить вашу потенциальную кашу от различных нежелательных компонентов. И хотя бы овсянку нужно промыть. Вот здесь и появился дуршлаг. Нужно промыть под струей холодной проточной воды. Разве что, если вы четко контролируете весь процесс движения овсянки с поля, через склады, через логистику на вашу кухню, и вы понимаете, что овсянка чистая, не видно тут, нет ничего, кроме овсянки, в этом случае этот этап можете пропустить. Третий полезный совет диетолога. Промытую, либо не промытую овсянку нужно поместить в ту емкость, где вы будете готовить овсянку на молоке и замочить. Не на молоке. Молоко содержит очень мало свободной воды. А залить небольшим количеством воды, чтобы только покрыть овсянку. И настаивать нужно до тех пор, пока вода не впитается в крупу. После этого добавляете молоко, доводите до кипения, и при охлаждении ваша овсянка на молоке правильно приготовленная. Готова. И если вот такая овсянка, после ее употребления в пищу, у вас все-таки уменьшилось дутие живота по сравнению с тем способом, в котором вы готовили овсянку до этого, то у вас диагностика, бесплатная диагностика организма в домашних условиях уже состоялась. Вы уже знаете, что ваша поджелудочная железа работает слабее, чем могла бы работать. И вздутие живота показывало, что поджелудочная железа была слаба. Иными словами, скорее всего, у вас хронический панкреатит с секреторной недостаточностью. И вот таким способом приготовить овсянку мы его выявили. Очень часто вздутие уменьшается, но остается на овсянке. И я бы советовал вам сделать еще одну диагностическую процедуру. А именно, правильно приготовить овсянку на воде. Ссылку на такое видео, оно на моем канале есть, я вам дам в конце этого видео. И если у вас вздутие живота в еще большей мере уменьшилась, то это говорит о том, что у вас есть снижение секреторной способности желудка. Иными словами, ваш желудок не может полноценно переварить более сложную овсянку на молоке по сравнению с овсянкой на воде. И это прекрасно. Вы понимаете, в каком состоянии ваш желудок и как его можно правильно использовать. Конечно, если вы хотите уменьшить и экологические риски, и онкологические, то овсянка на молоке очень хорошо была бы приготовлена, если бы вы использовали морковь. Морковь натирается на мелкой терке. И я бы советовал ее помещать в емкость, где будете готовить овсянку, вместе с молоком, перед молоком. Довели до кипения, приготовили, и у вас получилось еще более ценное блюдо, а именно овсянка на молоке с морковкой, которая будет еще в большей степени защищать вашу иммунную систему от раковых клеток и будет помогать вашей иммунной системе работать правильно. Особенно это относится к тем, у кого вздутие было на овсянке без замачивания. Крахмал, который находится в овсяной крупе, это прекрасная питательная среда для грибковых инфекций, для возбудителей грибковых инфекций. А это одна из более чем 20 теорий возникновения рака. Если вы овсянку готовите правильно, то хотя бы в этом отношении ваша иммунная система будет работать проще, возбудители грибковых инфекций не будут ее подавлять. И это тоже очень важный показатель, который показывает ваш уровень здоровья и помогает вам быть более здоровым. Конечно, если неправильное приготовление овсянки было единственной причиной в ваших пробелах в вашей системе питания и вздутие живота исчезло, вы дисбактериоз смогли вылечить. Если вы совершаете и другие ошибки, не беда, найдите на моем канале, кулинарный канал доктора Скачко, сотни видео про правильное питание и особенности здорового приготовления различных продуктов питания и напитков, чтобы вы жили лучше и дольше и меньше совершали ошибок в диетологии. И если вы подписчик моего канала, вам это найти легче. Если не подписчик, подписчикам находить всегда легче. Ссылки на это видео, особенно если при подписке вы отмечаете колокольчик, ссылки на эти видео будут приходить вам всегда в почту и вы будете смотреть в любое удобное для вас время. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправят ссылку на это видео, думаю, что лайк на это видео можно было поставить. Если вы не получили какую-то важную для себя информацию, задавайте вопросы в комментариях. По мере наличия свободного времени буду на них отвечать. И каждый посетитель моего канала получит еще больше информации для своего здоровья, чтобы достичь активное долголетие. До новых встреч на моих видео каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Не забывайте искать кулинарный канал Доктора Скачко. Там много полезной информации. До новых встреч!